Цены на топливо в Забайкальском крае в период с мая по октябрь 2018 года выросли на 25%. Страдают от этого не только автомобилисты, но и владельцы автозаправочных станций. Об этом на заседании Общероссийского народного фронта сообщил представитель Ассоциации независимых АЗС в крае Павел Сорокин. По его словам, заморозка розничных цен весной никак не повлияла на оптовые цены. Но получать прибыль в ситуации, когда оптовая цена превышает розничные установленными основными регуляторами рынка, то есть ВИНКами, вертикально интегрирующими компаниями, а на нашем рынке таким представителем является компания Роснефть, в такой ситуации существовать невозможно. Приведу вам пример. То есть оптовая цена на дизельное топливо зимняя, буквально еще позавчера, превышала розничную цену, по которой торгует Роснефть на шести АЗС, представленном в регионе, с отрывом, ну скажем, в 12 рублей. То есть, ну это как бы неприемлемо. При этом сама Роснефть обвиняет нас в непредоставлении отчетности, налоговой отчетности, в том, что Роснефть является социально значимым предприятием, а мы нет. Денис, представители Роснефти сюда сегодня приглашали? Приглашали. И что? Отказались? Ну нету, присоединились. Представители других автозаправочных станций поддержали Сорокина и тоже объяснили повышение цены. Это нужно для того, чтобы бизнес приносил хоть какую-то выгоду. Мы в среднем анализировали ситуацию. У нас произошел отток до 50% автомобилистов. Все эти автомобилисты стоят много часов в очереди на Роснефть. Вот вам здоровая конкуренция. Свои проблемы озвучил и гендиректор ПАО «Нефтемаркет» Алексей Клубович. Решила Пугинская больница. У нас в феврале месяце забрала топливо, до сих пор не рассчиталось. При этом мы, конечно, идем в суды, мы забираем, подаем в суды на эти организации. Но в большинстве случаев, особенно в больнице, мы не подали ни одного иска и не взяли ни одного процента за пользование чужими средствами. Мы забираем только те деньги, которые нам должно предприятие. В связи с этим, мы берем кредиты. В Сбербанке на следующий день у нас кредитов порядка 300 миллионов. Мы берем как раз на обслуживание вот этих всех долгов. Предприятие терпит убытки. Предприятие недополучает прибыль. То, что вы говорите, что вы там всем подключаете договоры, у вас всех отсрочки, вам не платят. Извините меня, вы сами в это дело влазите. Вы сами подписываете договора с отсрочкой платежа там в 30 дней, 50 или 60 дней. Это ваш бизнес, вы его так ведете. Ведите, пожалуйста. Вы ровным счетом можете не выходить на конкурс на поставки на МРСК, допустим, или на МВД, который здесь упоминали. Но вы же выходите, вы принимаете правила игры, ну и работаете. Только не надо эту нагрузку перекладывать на остальных потребителей Забайкальского края. По мнению Александра Кулакова, Алексей Клубович, мягко говоря, преувеличивает проблемы. Все прекрасно понимают, что у нас в счете наибольший объем потребления. Вот и в тем маркете имеют здесь 19% на круг, по краю. А если брать по районам, то у него там доходит, не знаю, там доли 70 или 80%. Не надо меня перебивать. Я предполагаю, что вы идете, несете затраты по доставке топлива. Но доставка в пределах края, она должна составлять рубль-полтора, максимум 2 рубля. У вас должна быть разница ценой СМ на удаленных заправках. По той информации, которой к нам обращаются люди, вот сегодня пришло обращение Петрова Забайкальского, но каждый день приходится обращение. У вас разница составляет 3,5-5 рублей. Вот 5 рублей у вас разницы не должно быть. Затронули на заседании и возможное расширение автозаправочных станций сети Роснефть. Кулаков отметил, это необходимая мера, так как на востоке региона острая нехватка АЗС. Журналисты поинтересовались, не нарушит ли это антимонопольное законодательство. То, что монополист, это вовсе не так. Роснефть здесь не будет ставить заправки на каждом километре, они тоже экономику считают. Понимаете? Поставить заправку, они будут просчитывать, все подтвердят. Это ожидаемый эффект, то есть реализация и срок окупаемости. Это наоборот, присутствие Роснефти, я считаю, это создат конкуренцию. Беспокоят представители бизнеса и предложенные правительством меры по регулированию цен на биржи, а именно путем ввода индикативных, то есть фиксированных цен на топливо. Они считают, что это приведет к перекосу на рынке нефтепродуктов. Напомним, данное соглашение уже готовится к подписанию срок действия до 31 марта 2019 года. По итогам заседания Александр Кулаков предложил провести переговоры со всеми участниками рынка, включая и представителей сети Роснефть, и, наконец, прийти к консенсусу. А что будет по истечению сроков соглашения, пока большой вопрос. То, что вы сейчас говорите, сегодня что-то будет подписано. Ничего-то, а соглашение между Российской Федерацией. Гулял Хасова, Сергей Бумагин, ЗАПТ-ТВ.